Три сотни раз за месяц Россию взрывает от атак дронов. Три раза по 100 грамм Медведева взрывает от карт алкогольного происхождения. Три отказа по два раза. Надеждин возмущен и готовится к реваншу. Пять дней по разу для вас наша программа. Это 20 минут. Меня зовут Ирина Узлова. 309 атак за месяц. Именно столько раз в виде божьей беспилотной кары поплатилась страна-агрессор Россия за свои кровавые злодеяния против Украины. По крайней мере, такое количество атак беспилотниками по террористической федерации насчитал телеграм-канал Астра. 309 раз беспилотники атаковали территорию России. И это только лишь за февраль, следует из анализа Астры. Ресурс проанализировал закрытые и открытые данные по всем инцидентам с беспилотниками в РФ за прошлый месяц. Больше всего пресекала налет и Белгородская область. На нее пришлось 219 атак беспилотников. 106 атак закончилось неудачно. Дроны либо попали мимо цели, либо упали. Но это же не точно. 60 дронов были сбиты, мол, ПВО, РЭБом, либо другими средствами. В ходе 14 атак повреждены вышки связи. В это верим охотнее. Повреждены 11 средств спецтехники, используемые для строительства укреплений на границе с Украиной. Повреждены 8 гражданских объектов и 4 объекта военного назначения. 7 военнослужащих МОРФ ранены. Из гражданских лиц 3 человека убиты, погибшие одеты, правда, в камуфляж, но установить точно, являются ли они военными или строителями, не удалось. 6 терроранены, большая часть из которых работнички, строящие линию обороны. На втором месте по количеству атак беспилотников 35 Брянская область. 26 сбиты, 7 дронов промахнулись, да-да, конечно же, не причинив вреда и разрушений. Один военнослужащий ранен и один военный объект поврежден. Курская область получает бронзу. Атаковано 25 раз. 15 дронов промахнулись, 6 были сбиты, один военнослужащий ранен. Поврежден один гражданский объект. Дырявое ПВО, что поделать. Два беспилотника попали по нефтебазе Полевая, точно в цель. В результате взрывов загорелись резервуары с дизельным топливом. Краснодарский край атакован 7 раз. Тоже неплохо. Два беспилотника промахнулись, 4 были сбиты, а один попал в трубопровод на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Волгоградская область атакована беспилотниками 6 раз. Один дрон промахнулся, еще один сбит ПВО. 4 попали в НПЗ Лукоил, чем вызвали крупнейший пожар. Тульская область атакована дронами 6 раз. Три из них промахнулись, два были сбиты, а один повредил опору линий электропередач. Калужская область атакована 6 раз, все беспилотники были сбиты, мол, в районе аэродрома Шайковка. Воронежская область, два беспилотника промахнулись, один сбит. Орловская область, два дрона промахнулись. Липецкая область атакована один раз, удар пришелся по Новолипецкому металлургическому комбинату, что вызвало крупный пожар и истерику. Март тоже, впрочем, для России открылся довольно-таки фестивально и с огоньком. Семиметровый беспилотник с оторванным крылом и 20 килограмм взрывчатки нашли на территории Петербургского нефтяного терминала. Беспилотник обнаружил сотрудник при обходе территории 3 марта в 10 утра. Следователи и взрывотехники осмотрели беспилотник. Это была конструкция самолетного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы «Джилардони». Примерный размах крыльев БПЛА – 7 метров, на нем было 20 килограмм взрывчатого вещества. Беспилотник обезвредили на месте, оставшиеся детали отправили на экспертизу, никто не пострадал. К слову, это не первый и не последний залет на питерскую цель, законную для нас. На территории нефтегазовой компании «Петербургский нефтяной терминал» в городе Санкт-Петербург ранее уже падал беспилотник. Случилось это 18 января 2024 года в ходе первой с начала полномасштабной войны дроновой атаки на Ленобласть РФ. Петербургский нефтяной терминал является, напомню, крупнейшим в России по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Пропускная способность – 12,5 миллиона тонн в год. На его территории 21 резервуар, общих объем – 386 тысяч квадратных метров. Если, конечно, была бы возможность у нас более массово запускать разные виды беспилотников на более серьезные дистанции, то, конечно, это была бы большая проблема. Я напомню, что как раз все, большинство, основная часть нефтеперерабатывающих заводов, перевалочных, газогонов и всего остального находится как раз сюда, ближе к Украине, условно говоря, между Украиной границей и вот там расстоянием с Санкт-Петербург и туда вниз линия пошла. То есть вся та часть России, незаселенная, огромная, там единицы этих терминалов, поэтому оно все здесь, потому что экспорт весь фактически тут сосредоточен, был. Да, я думаю, что если один раз туда там сбили беспилотник, второй раз нашли уже взрывчатку, третий раз, ну, мы знаем с вами хорошо, как с Крымским мостом, третий раз уже должно наверняка быть. И наверняка будет. Не Брусиловский прорыв, а Самарский подрыв. В Главном управлении разведки Министерство обороны Украины подтвердили факт вывода из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области Российской Федерации. 4 марта 2024 года около 6 утра мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций. Железнодорожная ветка использовалась государственным агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО «Полимер» в городе Чапаевск Самарской области. Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование в ближайшие несколько недель невозможно, сообщили в нашей разведке. Ранее телеграм-канал «База» сообщил, что железнодорожный мост через реку Чапаевка, что в Самарской области поврежден в результате взрыва. Повреждения получили металлоконструкции моста, а также заграждения. Сама бетонная опора как будто не повреждена. Задерживалось движение трех пассажирских поездов, следовавших из Москвы и одной электрички. Движение по этому участке железной дороги временно прекратили. Специалисты проверяли, может ли мост выдержать поезда. Позже пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на представителей российских экстренных служб сообщило, что причиной остановочки движения поездов в Самарской области стал подрыв опоры моста через реку. В Куйбышевской железной дороге проинформировали, что пять поездов задерживались из-за незаконного вмешательства в работу железной дороги. Конечно, законного. Территорию от Спилина, вместе работали спецслужбы и саперы пострадавших нет. Позже днем в Самарской области, где утром подорвали ЖД-мост, нашли еще две взрывчатки, сообщили местные паблики. Скрыть не удалось. Снова. Бавовна была мощной. В результате ракетного удара по авиабазе «Гвардейская» под оккупированным временно Симферополем 1 марта была повреждена рулежная дорога, аэродрома, а также ранены трое военных. А в Феодосии 3 марта из-за массированной атаки беспилотников были повреждены магистральный трубопровод и дорожное полотно на трассе Таврида. Об этом сообщает телеграм-канал Астра, ссылаясь на источники. По данным канала, две неустановленные ракеты упали на территории авиабаз «Гвардейская». Военная часть 46-451 около 4 часов вечера 1 марта. Обе взорвались. Повреждения получила рулежная дорога аэродрома. Ранены трое военных вооруженных сил Российской Федерации. По данным Радио Свобода, именно на авиабазе «Гвардейская» базируется 37-й смешанный авиаполк ВКС РФ. Также журналисты установили последствия одной из самых массовых атак беспилотников на Феодосию 3 марта, когда в Минобороны России читались, как всегда, о якобы уничтожении 38 дронов. По данным канала, сразу четыре беспилотника упали на территории АО «Морской нефтяной терминал». С нефтебазы эвакуировали работника. В результате прилета был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива. Вспыхнул пожар. Огонь тушили полтора часа с трех часов ночи до 4.30 утра. Предварительно пострадавших на нефтебазе нет. Эта же нефтебаза уже подвергалась атакам в декабре и ноябре 2023 года. Кроме того, было повреждено дорожное полотно на трассе Таврида. В районе 89-го километра дороги упал и взорвался дрон. Образовалась воронка диаметром 5 на 5 метров и глубиной около 4 метров. Также повреждена лада, в которой было два человека. Они не пострадали. Местные власти сообщили о перекрытии движения, но не назвали причины. По состоянию на утро 4 марта движение восстановлено. При этом известно, что жители Феодосии всю ночь и утро после атаки сообщали на перебой о последствиях. В частности, в одном из домов по улице Коммунальника выбило стекла. Повреждены стекла авто. Во дворе нашли часть беспилотника. Всего повреждены по меньшей мере семь домов и шесть авто. В больницу с переломом пальца обратился 11-летний мальчик. Боятся и перебрасывают подмогу, но в который раз, как мертвому припарка. Россия перебросила в оккупированный Жанкой оперативные группы ФСБ из Москвы. Новые группировки захватчиков заметили в Жанкой. Более того, на украинском полуострове действует множество подразделений военной полиции. Об этой тенденции сообщило партизанское движение украинцев и крымских татар АТЭШ. По предварительным данным, приоритетом деятельности новых групп ФСБшников из Москвы будет борьба с украинским подполем. Боритесь, не поборитесь. При этом в АТЭШ отметили, что после исчезновения нескольких российских военных оккупанты устроили в Жанкой сильный контрразведывательный режим. Но все зря. Также в Жанкой было зафиксировано множество техники с обозначением группировки войск «Гнепр» – белый треугольник. Кроме того, оккупанты доставляют грузовые военные автомобили на железнодорожную станцию «Джанкой». При этом раз в неделю на вокзал «Джанкой» прибывает новая партия мобилизованных и прикомандированных оккупантов. По информации АТЭШ, большую часть захватчиков размещают возле военного аэродрома. А5-25, точнее 12, Пекин стряхнул пыль со своих залежавшихся 12 шагов мирного урегулирования кризиса, как они называют войну в Украине, и послал Лихуэя проверить, кто куда пошлет его подальше. Начал свое турне Лихуэй с прощупыванием температуры по палате. Спецпредставитель Китая по вопросам Евразии с Москвы. Министерство иностранных дел Китая после встречи в Москве спецпредставителя по вопросам Евразии Лихуэя с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным и другими российскими так называемыми дипломатами заявила, мы с детства за переговоры, мол, лишь они являются единственным путем к прекращению боевых действий в Украине. Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, посредничеству и достижению консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине, говорится в сообщении МИД Китая. Исторический опыт показывает, что любой конфликт в конце концов должен решаться путем переговоров. Чем острее противоречия, тем больше мы не должны отказываться от усилий для диалога. Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, посредничеству между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, достижению консенсуса и содействию окончательному политическому урегулированию украинского кризиса. Это заявление МИД Китая. Вот правда уточнить забыли в МИД Китая. А с кем говорить-то? С теми, кто 11-й год ведет против нас войну, нарушая все договоренности. С теми, кто посылает на головы наших младенцев шахеды. С теми, кто вписывает чужие территории в свою конституцию. С теми, кто воюет за унитазы, но уже давно проиграл сам себя и спустил в бачок. За всеми этими подвижками Китая, прямо или опосредственно, так или иначе, тем не менее, стоит Москва. Сомнений нет. Впрочем, главное для Пекина – стоять свои интересы и добиться собственной выгоды, поясняет цели Китая и мотивацию выбора времени в нашем эфире дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко. Этот визит – это операция Москвы, я убежден в этом. Она началась в середине 2023 года, когда они заказывали публикации в различных СМИ, которые сеяли уныние, будто Россию невозможно победить. Поэтому нужно садиться за стол переговоров. Это продолжалось до интервью Такера и Путина, которое должно было отбелить этого кровавого диктатора перед цивилизованным миром и дать возможность ему сесть за стол с лидерами свободного мира. После боев за Авдеевку Россия считает, что для нее открылось окно возможностей, и она сможет заставить нас сесть за стол переговоров, а потом диктовать нам условия с позиции силы. Поэтому именно сейчас одновременно и появились все эти посредники, например, Китай и Турция. И они давят на нас, чтобы мы садились за стол переговоров. Китай просто пробует температуру воды, считает журналист и публицист Виталий Портников. Как в прошлый раз, так и сейчас. Он пытается понять, насколько стороны готовы к перспективам мирного урегулирования, которые, с одной стороны, могли бы поставить точку на горячей фазе боевых действий, а с другой стороны, не привели бы к поражению союзника КНР Российской Федерации. Это достаточно простая идея, которая есть у китайского руководства. В Пекине могут считать, во-первых, что после контрнаступления в прошлом году Украине уже осознали свои реальные возможности на театре боевых действий. И сейчас будут более взвешенно относиться к предложениям, выдвигаемым в КНР. Во-вторых, что на Западе поняли бесперспективность помощи Украине, и таким образом будут более благоприятно относиться к прекращению войны и перспективе возобновления экономических отношений с РФ. Поэтому Китай просто может проверять настроение сторон. Ознакомьтесь в Киеве, в Москве, в европейских столицах. Если ощутимо, что они готовы договариваться, конечно, с позиции китайского видения, Китай будет продолжать эти усилия. Если станет очевидно, что стороны не готовы договариваться, он еще на год сделает паузу в своих усилиях. То есть снова ничего особенного не произойдет. Великий историк, картограф и геополитик Дмитрий Медведев объявил всю Украину, территорию России и пообещал войну до капитуляции. Доктор зло или доктор никто, еще и костюмчик, принарядился нелепый. В обтяжечку и явно не от кутюр. Смена имиджа одутому Медведеву явно не к лицу, как-то не сидит. Зато фраза «Медведев на синем» приобрела все оттенки значения этого слова. Зато карта за спиной висит наверняка авторство Лукашенко. И где они их только достают, в каком бреду или пьяном угаре. Украина является частью России, несмотря на заявления украинских политиков. Поэтому Москва собирается установить контроль над всей ее территорией. Не сдается и опять перепил зампрессов без РФ Дмитрий Медведев. А Винницу и того лучше приписал к Румынии. Я об этом неоднократно говорил. Нынешнее украинское государство прежде всего губительно для самих ее граждан. Для граждан, по сути, несостоявшейся страны. Лучшее, что их ожидает, это быть рабами дряхлеющего европейского паноптикума. Играть при дворе роль глухонемой прислуги, которую ежедневно на европейской кухне насилуют заокеанский сузерен. Или того хуже, стать просто расходным материалом, что, к сожалению, сейчас и происходит. Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия. Дурачок. Слыша очередные псевдоисторические реляции и угрозы, цивилизованный мир должен прийти к очевидному выводу. С России пора завязывать, при этом побыстрее. Но нет же, есть те, кто и дальше опасается мнимой эскалации. Или бредит. Ест россиян на завтрак. В ЕС опасаются давать премьеру Эстонии Кайкалас должность главы европейской дипломатии. Некоторые страны Евросоюза не поддерживают назначение премьер-министра Эстонии Кайкалас на должность верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Европы, сообщает политико со ссылкой на источники. Отмечается, что в ЕС уже несколько месяцев обсуждают, что премьер Эстонии может заменить действующую главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Ряд высокопоставленных европейских чиновников ожидают, что ее кандидатуру поддержит президент Франции Мануэль Макрон, который, видимо, ест россиян на десерт. Однако, по данным издания, не все верят, что у Кайкалас есть шансы. Вдруг подавится. Анонимный чиновник Евросоюза сказал, что идея назначения Кайкалас главным дипломатом ЕС остается чувствительной в некоторых странах. Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это по тем же причинам, по которым она не подходила для работы в НАТО. Да, неужели мы действительно назначим эту должность человека, который любит есть россиян на завтрак, пояснил неназванный чиновник ЕС. Да, да, еще раз да, отвечу я ему, ведь россияне же и так уверены, что каждый из нас ест их во время всех приемов пищи, запивая газировкой. Я не согласен, останавливаться не собираюсь, буду до конца бороться. Борис Надеждин продолжает и дальше пытаться соответствовать своей фамилии, но совершенно не может отвечать параметрам жизни Российской репрессивной федерации, впрочем, которыми сам приложил руку. Прошли очередной уровень российской судебной системы, то есть по всем трем нашим искам, включая иск об отказе сегодняшней, апелляционная коллегия нам отказала, но мы идем дальше. Мы теперь пишем надзорную жалобу в президиум Верховного суда, а там уже рукой подать до конституционного суда. Хочется, конечно, чтобы был какой-то высший суд по поводу всего, что происходит, но пока руководствуемся российскими законами. Он улыбается всегда. Верховный суд окончательно отказал Надеждину в регистрации на так называемых выборах президента РФ, которых нет. Операционная инстанция Верховного суда России признала законным отказ в удовлетворении иска к Центризбиркому, который запретил Борису Надеждину регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. 21 февраля Верховный суд РФ отказал Надеждину в допуске к выборам. Иск политика отклонил судья Олег Нефедов, ранее признавший экстремистским несуществующее движение ЛГБТ и подтвердивший недопуск на выборы и другого антивоенного кандидата Екатерины Дунцовой. Тот же судья отказал Надеждину и в другом иске. Политика спаривал требования Центризбирательной комиссии к подписным листам. Ранее Надеждин заявлял, что также собирается подать жалобу в Конституционный суд РФ. Таким образом, ЦИК допустил до намеченных на март 2024 года президентских выборов только лишь четырех кандидатов. Три Каспера, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, представителя новых людей Владислава Дованкова, но и действующего вечного президента РФ Владимира Путина. Идите-ка по адресу грейсеру Москва. Ориентировочно, но с более размытыми координатами. Сотрудники госкомпании РФ начали отказываться голосовать за Путина по принуждению. У Кремля возникли проблемки с мобилизацией сотрудников государственных компаний для участия в выборах президента России, рассказал одному из российских медиа, работающий с администрацией президента РФ, политтехнолог. По его словам, предыдущие годы принуждение работников госкомпании к участию в голосовании не вызывало трудностей. Многие держались за место и боялись его потерять. Однако, сейчас работники понимают, на рынке труда дефицит, поэтому их никто не уволит за отказ идти на избирательный участок, говорит собеседник издания. Он утверждает, очень часто в ответ на попытки руководства заставить их принять участие в голосовании, люди так и говорят, идите-ка на. Не хочу и что вы мне сделаете? Работать сами вместо меня-то будете. При этом перед политическим блоком администрации президента стоит задача обеспечить крайне высокую явку на уровне 70-80%, а также результат выборов Путина более 80%. Ранее для решения вопроса с явкой администрация Путина обязала членов партии «Единая Россия», бюджетников и работников госкомпании вместе с собой привезти на участки людей. Приведи друга. Не, друг тоже пойдет. Так, «Единая Россия» и сторонники партии власти должны привезти по 10 человек, бюджетники по 3, работники госкомпании по 2. Получающие деньги от государства люди обязаны помогать властям, объяснил логику близкий к Кремлю источник. Согласно установленной схеме, представитель партии, бюджетники или сотрудники госкомпании должны предоставить руководству имена и фамилии людей, которых они привели на выборы, а также номера их телефонов и адреса электронной почты. И деньги, где лежат, тоже подсказать желательно. Но сделать это нужно за несколько недель до выборов, чтобы Кремль мог успокоиться и контролировать выполнение требований. Всем привлеченным на выборы людям необходимо регистрироваться в системе дистанционного электронного голосования. А в регионах, где нет такой опции и туалетов, явку ставят под контроль с помощью QR-кодов. Все единороссы и их сторонники, а также бюджетники и сотрудники крупных компаний уже оцифрованы и собраны в базе. Эти данные есть у всех региональных администраций, на них и основаны прогнозы по явке, пояснил один из собеседников. Однако в Кремле осознают риск того, что часть зависимого от власти электората откажется обеспечивать явку, говорит источник издания. В связи с этим администрация Путина рекомендовала системным партиям, чьи представители участвуют в выборах, максимально свернуть наблюдение. Собеседники в КПРФ и новых людях подтвердили, что не будут устраивать серьезное наблюдение действительно ни к чему. Именно это очередные нарушения и фальсификации должны помочь обеспечить явку выше 70%, ну или хотя бы 70%, говорит сотрудничающий с региональными властями политтехнолог. Для этого лишние глаза наблюдателей не нужны. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу, но посчитаю. А замглавы администрации президента, куратор внутренней политики Кремля Кириенко лично испепелит того чиновника, который не даст нужную явку, заключил политтехнолог. Вот так. Помним, должны март 17-12. Жены мобилизованных идут голосовать и не за Путина. Жена мобилизованного Мария Андреева, известная всем нам, поддержала акцию прийти на избирательный участок, говоря, в 17 марта в 12.00 в полдень. Расскажите своим знакомым и приходите вместе на избирательные участки 17 марта в 12.00. Призывает она ведь в России из-за страха после убийства Навального заблокировали в сайт акции «Полдень против Путина». Напомню, акцию «Полдень против Путина» массовый приход к избирательным участкам 17 марта одновременно в 12 часов дня и голосование против диктатора или порча бюллетеня при жизни поддерживал российский оппозиционер Алексей Навальный, которого убил Путин. Важнее всего, что это будет настоящая общероссийская акция протеста, которая пройдет не просто в каждом городе, а в каждом районе каждого города, говорил он. Посмотрим, посмотрим. Обдумывай то, что говоришь, пережевывай то, что ешь. Китайская пословица. Написана для Дмитрия Медведева. Limited edition. Друзья, всегда пишем для вас и работаем для вас. Приходите к нам завтра. Ирина Узлова была с вами. Программа 20 минут. Саша команда. Увидимся и победим. Продолжение следует.